В этом ролике я покажу клёвый способ, который поможет басовым новобранцам понять, как устроена игра пальцами правой руки на бас-гитаре. Потому что, судя по вопросам и спорам в комментариях, очень многие люди до сих пор не понимают, как это работает. Чтобы получить звук более традиционный, который свойственный для попсы, джаз, фанк музыки, что-то типа... Нам нужно обязательно подключать интенсивность средних суставов к указательному и среднему пальцу, соответственно. И уже как сопровождающее движение у нас должно идти от основания пальцев. То есть я бы сказал так, что 70% движения у нас должно идти от сгибающих вот этих средних суставов. И как дополнительные 30% у нас идёт от основания пальцев. Но на уроках я вижу, что ученик принял к сведению полученную информацию. Но присылая мне видео домашних заданий, я всё равно вижу, что он делает всё наоборот. Так как же ощутить, как заставить пальцы играть соответствующим образом? А здесь всё на самом деле упирается в ощущения. И чтобы нам получить эти ощущения, нам на помощь придёт обычная резинка от волос. Одеваем её на основании пальцев. Я вот сделал два оборота. У нас нет цели туго стянуть эти пальцы. Пускай у нас будет маленькая возможность как раз для этих 30% движения в основании пальцев. И соответственно, когда мы её одеваем и пробуем что-то пощипать на струне, мы чувствуем, что у средних суставов есть возможность гораздо свободнее двигаться, чем у основания. То есть немножечко здесь пальцы принуждаем. Ну что, попробуем извлечь звук. Если резинка идёт в натяг, то значит мы слишком активно пытаемся работать основанию пальцев. Вот как раз резинка нас ограничивает хорошо. И вот в этом ракурсе видно, что основание пальцев работает меньше, а средние суставы у нас работают гораздо активнее. Вот это основа движения как раз попсового звука, басового. И соответственно, это не означает, что вы теперь пожизненно должны играть с этой резинкой. Первый день взяли просто 10 минут, поиграли какие-то простые упражнения, и потом попробовали без резиночки. Сняли её и попробовали воспроизвести это ощущение уже без резинки. На следующий день то же самое. Сначала поиграли с резинкой, потом сняли, попробовали воспроизвести то же самое. Я предполагаю, как бы прогнозирую, что через пару недель у вас уже будет нарабатываться полезная привычка, и будет нарабатываться правильное ощущение в игре пальцами. Обязательно подписываемся на этот канал, потому что здесь море полезных уроков и полезных рекомендаций для бас-гитаристов. И не забываем про моё сообщество уроки игры на бас-гитаре ВКонтакте. Ссылка в описании. Там вся информация в целом собрана в одном месте. Так что спасибо за просмотр, вдохновляйтесь и занимайтесь!